Братья и сестры, я вас тоже всех приветствую. Я думаю, вы, наверное, не один раз задумывались о своей жизни, как о жизни, может быть, христианина. И, скорее всего, думали о том, ну, есть ли вот какая-то движущая сила для христианина. Ну, есть ли вот что-то такое, о чем, вспомнив, всегда можно радоваться. Или есть ли вот что-то такое, что позволит пройти всю эту жизнь. Есть ли что-то такое, что постоянно меня тянет. О чем вот я думаю, и вот что наполняет рассуждениями и мыслями мое сердце. Братья и сестры, вот мое желание сегодня вместе с вами попробовать ответить на вопрос, есть ли что удивительное в благодати Бога. Вы знаете, вот мы довольно много знаем о благости Бога. Мы понимаем, что Бог благ. Мы довольно много говорим о благости Бога. У нас есть песни, которые говорят о благости Бога. Но вот очень часто, я думаю, вы согласитесь с тем, что вот благость Бога или благодать Бога, милость Бога, она вот перестает нас с вами удивлять. Благодать Бога становится привычной. Мы с вами попробуем вспомнить или рассмотреть основные положения благодати Бога. И сегодня будет проповедь о том, как Бог принимает грешника. Вы знаете, в действительности иногда нам с вами опять кажется, что если христианин, то у него всегда должно сохраняться стремление к каким-то более глубоким вещам. То есть если человек может ответить на какие-то очень сложные вопросы Библии, он считается каким-то успешным христианином. Вы знаете, дело состоит в другом, братья и сестры, дорогие друзья. Дело состоит в том, что очень важно не понимать глубокие вещи, а очень важно глубже понимать основы. Очень важно глубже понять основы, на чем мы с вами стоим, с чего начинается христианская вера. И поверьте, это наполнит радостью вашу и мою жизнь. Мы прочитаем Евангелие от Луки, 15 главу, и будем читать с 11 стиха. Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 стиха. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий город в той стране, голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. Когда он был еще далеко, увидел его, отец его и сжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, дайте перстень на руку его и обувь на ноги его, и приведите от кормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол от кормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него от кормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. О том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. А вы знаете, вот для изучения любого библейского текста, любой библейской истории, первостепенной задачей является определить замысел автора. Вот если я не ошибаюсь, точно так подходят к исполнению любого музыкального произведения. Точно так рассматривают картины. То есть не так важно, что вижу я или что слышу я, но очень важен именно замысел автора. Так вот, при изучении библейского отрывка определить замысел автора помогает контекст. Контекст. Контекст – это соединение, это связь, а именно контекстом называют законченную по смыслу часть текста. Вот на примере 15 главы Евангелия от Луки, что такое контекст, очень хорошо понятно. Вот мы с вами прочитали притчу, и между нами она уже получила вот такое очень известное название, это уже не на русском языке, а в других языках. Эту притчу часто называют «Притча о блудном сыне». Вот очень интересно, теперь наша с вами задача определить контекст. Очень легко сделать ошибку в том, что прочитанная притча – это все, что хотел передать нам автор Евангелия от Луки, Евангелист Лука. Дело в том, что 15 глава Евангелия от Луки содержит три притчи. Если внимательно прочитать всю главу, мы действительно с вами заметим три притчи, но это будет одно сообщение, это будет одна тема. Потерянная обнаруживается. Таким образом, одна центральная тема 15 главы или контекст 15 главы имеет три эпизода. Каждый эпизод раскрывается с повышенной сложностью и с повышенным напряжением. Первый эпизод, немножко напомню, пастух потерял одну овцу, и Господь отмечает, что это была одна овца из ста, или это был один процент. Второй эпизод – женщина потеряла одну монету, очень драгоценную монету, и Христос опять отмечает, что это была одна монета только уже из десяти, или уже 10 процентов. И третий эпизод очень и очень трогательный. И читая мы с вами, заметили, что повествование становится более сложным, и, соответственно, повышается напряжение читателя. Отец двух сыновей теряет одного из них. Это уже не монета, это не животное, это сын и невыносимая утрата. Итак, контекст. Мы замечаем рассуждения, которые ведут слушателя к главной мысли. Притча о блудном сыне выражает главную мысль 15 главы. Вот теперь от контекста мы можем сделать следующий шаг, попытаться понять замысел автора в самой притче. Попытаться понять замысел автора в самой притче. Итак, притча, как мы ее с вами называем о блудном сыне. Опять очень легко заметить, что по содержанию притча гораздо длиннее, а гораздо сложнее и открывает более напряженные чувства. А кроме того, в третьей истории больше персонажей. Два сына и отец. И заметьте, каждый из персонажей выражает свои мысли и чувства по поводу происходящего. Каждый из персонажей этой притчи выражает свои мысли и чувства по поводу происходящего. Вы знаете, вот чтобы понять эту притчу более глубоко, мы очень хорошо ее знаем, вы знаете, очень красивая, прекрасная, это классика христианская, христианская, к которой можно обращаться постоянно. Но вот чтобы понять притчу, нам нужно определить и крепко держаться сигналов, которые опять для нас с вами оставил автор. Очень важный, самый важный сигнал всей этой главы. Первые два стиха. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Лука говорит об Иисусе Христе. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и есть с ними. Вы знаете, вот во многих случаях, когда в Новом Завете встречается слово грешник, оно встречается, чтобы показать такое поведение человека, которое не соответствовало общепринятым нормам. То есть грешник, человек, который ведет себя не так, как принято в обществе. И как результат, это были люди, отвергнутые обществом. Мытари и грешники. Этим Священное Писание открывает нам не только образ жизни этих людей, но и их социальное положение. То есть это были люди, которых отвергало общество, и общество от них отказывалось. И поэтому они были обречены на существование сами по себе. Это как-то объясняет нам с вами реакцию фарисеев и книжников. Вот тут такие фарисеи. А фарисеи – это люди, детально соблюдающие закон. Но очень часто фарисеи заходили дальше, чем требовал закон. Очень к закону они добавляли всевозможные правила. Знаете, братья и сестры, для человека – это огромная ответственность подходить к божественному закону, особенно если этот человек становится учителем. Фарисеи приходили к тому, что запрещали, что разрешал Господь. Книжники – это специалисты, толкователи, толковая не только закон, но и традиции. И мы замечаем, что именно книжники и фарисеи, люди, которые знали закон лучше других, они были подвержены особой форме искушения. Человек, который берет на себя ответственность толковать закон Божий, должен делать это очень осторожно, чтобы не сделать ошибки. Особая форма искушения фарисеев и книжников заключалась в том, что они видели себя после изучения закона, после познания Бога, они видели себя лучше других. Мы с вами знаем, что цель закона Божьего совсем в другом. Цель закона Бога – показать, насколько ты плохой, а не сколько ты хороший. Здесь они допустили недопустимую ошибку, считали себя лучше других. И, конечно, они не общались с грешниками и мытарями, чтобы таким образом поддерживать свою святость. Господь Иисус Христос, а Он тоже был учитель, Он тоже был толкователь закона, Он дружески относился к мытарям и грешникам. Больше того, Иисус Христос притягивал этих людей как магнит, чем были недовольны книжники и фарисеи. Таким образом, три притчи 15 главы – это ответ Христа на недовольство фарисеев и книжников. Три притчи 15 главы, включая притчу о блудном сыне – это ответ Господа на недовольство фарисеев и книжников. Итак, в нашем контексте появляются три действующие группы – мытари и грешники, фарисеи и книжники и Христос. Совсем неудивительно, что притча также состоит из трех действующих лиц – отец и два сына. Давайте посмотрим на каждого из действующих лиц этой притчи. Итак, младший сын или младший брат. История краски начинается с него. История начинается с младшего из двух братьев. Ну, так с вами делаем предположение. Молодой, неженатый, живет дома, но почему-то он ненавидит дом отца. А вот пришло такое время, когда нет ничего, что в доме отца ему бы нравилось. Ему не нравится хозяйство отца, ему не нравится особенно образ жизни отца. Но вдруг вот он начал замечать, появляется одно, о чем он больше и больше начинает думать – это состояние его отца. Состояние, на которое он, как сын, имеет право. Но вот перспективы такого легкого заработка далеки. Отец не подает никаких признаков ранней кончины или болезни. В конце концов, терпение молодого человека рвется, и он говорит отцу своему, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И Писание говорит, отец разделил им имение. Вы знаете, как и многие другие притчи в Библии, это полна маленьких сигналов. Которые должно быть затронули сердца и умы вот самых первых слушателей. То есть люди слушали эту притчу вот на том языке, на котором говорил Господь. Допустим, их внимание остановилось бы на значении слова «имение». В русском языке имение – это участок земли с домом, не так ли? На языке оригинала выражение «и отец разделил им имение» имеет более глубокое значение. Вы знаете, имение в смысле средств к существованию – это не только источник дохода, это источник жизни. Слушатели легко могли сделать вывод, что история младшего сына с самого начала – это история жизни и смерти. Молодой человек хочет жить. Молодой человек ищет жизнь, но ищет не в том месте. Ищет жизнь, требует жизнь, но он находит смерть. Можем сделать предположение, что слушатели Иисуса вполне могли бы вспомнить другие библейские истории, где эта история точно так повторялась, где люди пытались ухватиться за жизнь, жизнь вне ограничений отцовского дома. Конечно, это были наши первые родители, Адам и Ева. Похожим образом, жизнь первых людей закончилась за пределами дома отца. Точно так Бог окружил Адама и Еву богатыми благословениями жизни, но они захотели жить по-своему. Они захотели жить без ограничений, наложенных на него отцом. Вы помните, как они потянули руки, чтобы взять запретный плод? Очень скоро обнаружили, что хватая за имение, хватая за жизнь, они потеряли не только, что имели, они потеряли Бога и оказались в далекой стране. Еще один сигнал, который могли понять слушатели, это выражение «дальняя сторона». Дальняя сторона для израильского народа это всегда изгнание. Изгнание от присутствия Бога. Они могли вспомнить молодого Якова, который убежал в дальнюю сторону. Они могли вспомнить своих прародителей, которые уходили в Вавилонский плен, изгнание от присутствия Бога. И теперь слушатели понимали, вот, оказывается, куда направляется этот молодой человек. Он не просто эмигрирует, он совершает катастрофическое паломничество далеко от безопасности и изобилия дома своего отца. Именно так младший сын покидает свой дом. Можешь себе представить, он идет уверенно, он уверен, что теперь каждый его шаг – это шаг в свободу. Теперь с отцом его разделяет большое расстояние. В своей истории Господь Иисус не дает никаких подробностей о том, как блудный сын тратил свои деньги. Единственное, мы читаем о том, что это была распутная жизнь. Опять нетрудно предположить, что в скором времени высокий уровень жизни пришлось сократить. Средства быстро испарились, и блудный сын остался без единого гроша именно в тот момент, когда голод охватил страну. Его растраченное имение, наследство, не принесло ему настоящих друзей. И теперь, чтобы иметь пропитание, ему необходимо найти работу. Единственная работа, которую он мог получить – это пасти свиней. Какое трагическое падение. Связь с домом разрушена. В чужой стране одинокий, нечистый, голодный. Он хотел все, а теперь у него нет ничего. Затем, наступает поворотный момент истории. Придя в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Очень интересно, где начинается покаяние этого молодого человека. Вот представляете, оно начинается с его желудка. наблюдал, как свиньи, которых он пас, они хрустят сухими рожками, потому что он кормил этих свиней, а его скудный заработок не мог обеспечить и куска хлеба на день. Он был голоден. И вот этот поворотный момент открывается вот этими словами, интересными словами, придя в себя. Что имеет в виду Иисус? Скорее всего, младший сын начинает видеть себя и свою ситуацию в новом свете. Находясь в глубокой нужде и одиночестве, братья-сё, у него начинает работать память. Но интересно, что этот молодой человек не вспоминает свою распутную жизнь. Он не вспоминает банкеты, на которых он был. Он не вспоминает столы, которые ломились от всевозможного, что было на этих столах, когда он жил распутно. Он вспоминает отца. Он вспоминает дом своего отца. И теперь он понимает, как далеко он ушёл, как глубоко он пал, какое гордое надменное поведение с отцом, как он был поглощён с собой, он уверенно бросился на поиски удовлетворения, нашёл только разочарование. Я думаю, вы замечаете, что это не случайная история, это история любого человека, который отворачивается от Бога. Никакие попытки, никакие вещи, никакие штучки не могут заставить, замолчать предупреждающий голос сознания. Человеку невозможно заглушить память дома. Это ситуация блудного сына. Ушёл в далёкую страну и думал, что сможет долго прожить, не вспоминая дом отца. Это невозможно. Человеку невозможно создать самооборону против Бога, потому что во Вселенной нет такого места, где бы человек мог спрятаться от Бога, ибо невидимое его вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что люди безответны. Блудному сыну только казалось, что он вдали от отцовского дома. Он только думал, что сможет забыть дом. Он только думал, что прошлое теперь никогда не вернётся, что прошлое не будет преследовать его. Он думал, что отец никогда не найдёт его, даже если и попытается. оказывается, не так легко убежать от отца. Далёкая страна или даже свинарник не могут стать местом спасения. Молодой человек не может оградить свой ум, свою память, свою совесть с воспоминаний дома. Потому что всё это заложено в нас Творцом. А теперь ему всё понятно. Нет, это не отец. Это он. Грешный, непослушный, своенравный ребёнок. А что же делает наш герой? Он принимает решение вернуться домой. И вы знаете, вот думая о возвращении домой, младший сын готовит речь. Это 18-19 стихи нашей главы. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобой уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наёмников твоих. То есть можно предположить, что он всё это очень хорошо продумал, придумал, заучил и был готов сказать это отцу при встрече. Я согрешил против неба и пред тобой очень хорошее и правильное начало. Потому что понимает, что вся жизнь, от жизни остались только бедствия. Но вот следующие слова, прими меня в число наёмников твоих, они немного заставляют задуматься. Вы знаете, это вполне нормальная, естественная реакция человека, который вдруг осознал свой грех и нужду. Вполне осознанное желание взять себя в руки, начать делать то, что понравится Богу, изменить образ своей жизни. Я буду стараться изо всех сил, стараться лучше соблюдать закон Бога, но как-то верну расположение Бога. Таким образом блудный сын начинает свой путь домой. Путь домой с мыслью снова начать свою жизнь. Знаете, вот его сознание подсказывает ему, сыном ты никогда не вернёшься туда. Невозможно, чтобы такого приняли опять сыном, но может быть наёмником я смогу как-то сбалансировать то, что было утрачено перед отцом. Попытаюсь сбалансировать прошлое послушанием. Я попробую наверстать упущенное. Младший сын возвращается к отцу. Интересно, как встречает его отец. 20-21 стих. «Встал и пошёл к отцу своему. Когда он был ещё далеко, увидел его, отец его и жалился, и подбежав, пал ему на шею и целовал его. Сын сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобой и уже не достоин называться сыном твоим». Интересно, мы с вами не знаем, в каком месте находился дом отца. Был ли его дом на горе, где просматривалась дорога. Вот как отец узнал сына, когда тот ещё был далеко. А может быть, отец не переставал ждать, постоянно смотрел вдаль. То есть, эти детали для нас с вами не открываются. Но вот есть очень интересные детали, которые, к сожалению, для нас с вами не всегда понятны, потому что мы живём в другой культуре. Отец, о котором говорит Христос, был состоятельным человеком. Мы с вами это заметили, у него было имение. Так вот, говорят, что на Востоке, на Востоке, в то время, когда Господь говорил эту притчу, невозможно было себе представить мужчину в одежде состоятельного человека, который бы бегал. На Востоке невозможно было бы представить себе мужчину в одежде состоятельного человека, который бы бегал. Вот если бы соседи наблюдали за этим, можно только догадываться в том, что бы они могли подумать. Отец бежит встретить сына, сына, который принёс бесчестие в его семью. Больше того, мы с вами читаем о том, что сын ещё не начал говорить, а отец пал ему на шею и целовал его. Обратите внимание, он не поцеловал его, а написано, он целовал сына. Сын ещё находится в объятиях отца и, наконец, вспоминает о том, что он приготовил речь. Он приготовил речь, и он должен что-то сказать своему отцу. После всего, что случилось, начинается тщательно приготовленная речь. Посмотрите внимательно двадцать первый стих. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим. Я думаю, вы заметили, что ключевая фраза, приготовленная сыном, фраза, на которую была вся надежда, она осталась невысказанной. Какая фраза? Прими меня в число наёмников твоих. Интересно, именно этой просьбы отец не услышал. А почему это были слова прерваны гостеприимством любящего, прощающего отца? Потому что он надеялся, отец не дал ему сказать, потому что он простил его и принял его и восстановил его. Братья и сёстры, дорогие слушатели, удивительная благодать. Далеко на дороге отец замечает знакомую фигуру. поднимает подол своего халата и бежит навстречу сыну, бежит, обнажая себя. Он обнимает его, прижимает груди, целует пыльные щёки сына. Незамедлительно отец начинает суетиться. Принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте перси на руку его и обувь на ноги его. Приведите откормленного телёнка, закалите, станем есть и веселиться. Удивительная благодать. От смерти к жизни, от потерянного к найденному, от бедности к лучшей одежде, к кольцу и обуви, от голода к откормленному телёнку и веселью. Нет! Отец не наказывает своего сына, прощает его, восстанавливает, обогащает и благословляет его. Именно прощение отца обозначает, что вернувшийся сын никогда не произнесёт последнее предложение своей тщательно продуманной речи. Нет! У такого отца сын не может быть в качестве наёмника или слуги. Принимает его не рабом, а сыном, воскресшим из мёртвых и принятым снова в свою семью. Дело в том, что именно отец сам принял позор и унижение. Дело в том, что отец сам понесёт все расходы, связанные с прощением и восстановлением сына. Больше того, отец всегда был щедрым отцом. В этой истории изменился не отец, изменился сын, который через благодаря покаянию узнал разницу между требованием «дай мне» и просьбой «сделай меня». Скорее всего, у нас сложилось устоявшееся мнение о том, что главным героем притчи является младший сын. Знаете, это одна из причин, почему притчу мы как раз таки называем притча о блудном сыне. Очень часто все наши рассуждения заканчиваются на возвращении младшего сына. Вот если внимательно посмотреть на содержание, если попытаться увидеть замысел автора, мы с вами, к сожалению, увидим другое. Вы знаете, иногда, слушая рассказ, люди понимают, что в содержании есть изюминка. Изюминка в смысле того, что придает рассказу яркость, своеобразие. Изюминка в рассказе называют момент, который застает слушателя врасплох. Изюминка это неожиданность, это расплох. Вы знаете, вот для того, чтобы понять правильно притчи Господа, их нужно читать до конца. В этой притче есть изюминка, которая застает слушателя врасплох. Мы с вами пропустим главный замысел притчи, если не заметим присутствие старшего брата. Мы с вами пропустим главный замысел притчи, если не заметим присутствия старшего брата. В начале главы мы читаем, и он сказал им следующую притчу. Кому Господь говорил эту притчу? Иисус говорит притчи книжникам и фарисеям. Указывает на тех, кто критиковал его за то, что он принимал грешников и ел с ними. Старший брат – это разоблачение фарисеев и книжников. Грешные люди приходили ко Христу, чтобы получить прощение и восстановление. Фарисеев же сильно возмущало благодать Христа. Они осуждали Христа и презирали тех, кто получал эту благодать. Иисус ярко изобразил эту категорию людей в старшем брате. Итак, старший брат возвращается с полей, слышит звуки праздника. Скорее всего, он сразу обо всем догадался, потому что в доме, после того, как ушел его младший брат, такого праздника никогда не было. Он сразу обо всем догадался, узнает подробности, но отказывается идти. Интересно, что благодать должна нести радость, но не для такого человека. Благодать должна нести радость, но не для такого человека. Благодать отца сделала его печальным. В его глазах младший брат не заслуживает того, что получает. Разве у отца нет чувства справедливости? Вы знаете, трагедия в том, что он сам никогда не имел отношений благодати со своим отцом. Это печальная и очень страшная картина человека, в религиозности которого нет места милости. Печальная и страшная картина человека, в религиозности которого нет места благодати. Печальная картина человека, который никогда не испытал милости, не испытал прощения грехов. Вы знаете, Писание говорит об этом. И Священное Писание дает определение такой религии, такой религиозности. И это страшно. Апостол Павел говорит, что вы, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Религия старшего брата – это рабство, а не свобода. Старший брат в плену духа рабства. В отличие от младшего брата, старший живет с отцом. Постоянно видит своего отца и имеет возможность быть рядом. Но между ним и отцом существует расстояние, которое даже в конце притчи не соединено мостом. Вы можете себе представить, насколько обманчивой становится религиозность без благодати. Религиозность без милости Бога. Фарисеи хорошо знали Писание, имели Писание, изучали Писание, знали закон. И все же они не видели необходимости приходить ко Христу. Не осознавали нужду в прощении грехов. Старший брат тоже начинает свою речь. Он говорит к отцу. Вот именно речь его, она немножко открывает этого человека. Это резкая, обличительная речь против брата. Посмотрите, как он говорит ему. Он расточил имение свое с блудницами. В чем печаль состояния этого человека? Если сравнить реакцию отца и реакцию старшего брата, мы заметим, что благодать отца, она покрывает грехи. Отец ничего не сказал о том, как было растрачено имение его сына. Ни одного упреку младший сын не услышал от своего отца. А религиозность без благодати, она открывает грехи. Делает противоположное тому, что сделал отец. Дальше злость этого человека переходит и на отца. Резкая, обличительная речь не только против брата, но и против отца. Обратите внимание на дистанцию, которую сын создает от своего отца. Это твой сын. Это уже не его брат. Это твой сын. И теперь старший брат видит себя выше не только своего брата, но и своего отца. Другими словами, он говорит отцу, ты не лучше своего сына. Какая печальная характеристика не только старшего сына, но и тех религиозных людей, которые никогда не испытывали и не наслаждались прощением грехов. Не наслаждались, потому что им не нужно прощение грехов. Между прочим, братья и сестры, всякий раз, когда мы подчеркиваем недостатки других людей, мы с вами используем язык старшего брата. Интересно, Писание опять говорит нам о реакции отца. И очень интересно сравнить, просто посмотреть, как отец относится к одному и другому сыну. Мы с вами говорили о том, какая была реакция у отца, когда он встретил своего младшего сына. Давайте посмотрим, как отец встретил своего старшего сына. Опять мы с вами должны отметить удивительную благодать. 28 стих. Он насердился и не хотел войти, это его старший сын. Отец же его, выйдя, звал его. Вы можете себе представить? Отец держит дверь открытой даже для фарисеев. Отец держит дверь открытой даже для фарисеев. Вот они находятся вне, они стоят вне, полны печальной, в ярости, потому что Иисус дружит с мытриями грешниками. Но для них дверь открыта. И теперь они должны подумать, что же это значит отвергнуть спасение. Что значит отказаться войти на праздник отца. И отказ войти на праздник отца ничем не лучше вот этого требования. Отдай мне часть моего имения. И дальше в 31 стихе мы с вами читаем. Сын мой, ты всегда со мною и все мое твое. Как страшно обманчива религиозность без благодати. Вы можете представить себе человека, который завидует, потому что брату приготовили откормленного теленка. Завидует в то время, когда все наследство принадлежит ему. Отец говорит очень нежно со своим старшим сыном. Но с другой стороны, отец показывает свое требование. Если он действительно настоящий сын отца, он должен войти на праздник. Он не может остаться там, вне дома, пылающий гневом и ревнивой страстью. Вы знаете, мы, конечно, можем думать об этом человеке. Можно попытаться ответить на вопрос, а мог ли старший брат сделать больше. Если бы старший брат действительно знал сердце своего отца, как бы он поступил, мог ли он сделать больше. А может быть, он самый первый бы заметил своего младшего брата, когда он еще шел далеко по дороге. Может быть, как отец, он бросился бы к нему и встретил бы своего брата. Мог ли он сделать больше. А теперь некоторые выводы из этой притчи. Я думаю, это тоже очень интересно. Очень интересно, что конец притчи – это пир, который приготовил отец. И вот эта вот идея, пир, который приготовил отец, она очень прекрасно отражает взгляд Христа на то, что это значит принадлежать к Царству Божьему. Братья и сестры, пир, который приготовил Отец, очень прекрасно отражает взгляд нашего Господа на то, что значит принадлежать к Царству Божьему, что значит принадлежать к общению Его народа и к Церкви, которую начинает строить. То есть мы приглашены на праздник. Мы приглашены на праздник. Да, в христианской жизни есть другая сторона. Она выражается в этой притче та же печаль за грех, покаяние и дорогостоящая благодать. Но нас никогда не должна покидать радость и сладость прощения наших грехов. Этого нельзя забыть. Это нужно постоянно себе напоминать. Пир, который приготовил Отец, говорит о том, что Отец сделал больше, чем простил нам наши грехи. Он считает нас праведными. Он вводит нас с вами в свою семью и считает своими детьми. Еще одно. Я думаю, вы согласитесь с тем, что всех верующих, которые принадлежат Церкви, можно считать либо младшим сыном, либо старшим сыном. Так, может быть, эту притчу стоит называть не притчей о блудном сыне, а притчей о блудных сыновьях. Одни пришли к Спасителю из далекой страны, другие были религиозными людьми, но также далекими от Бога. Дорогой слушатель, а где сегодня вы? Вы, может быть, близко к дому, но никогда не доверяли Спасителю или очень далеко от дома, но начинаете слышать голос Спасителя. Есть ли что для вас удивительное? Благодать Бога. Последнее перед нашей молитвой. Интересно, что в нашем контексте есть еще один сын. И уж если этого сына мы с вами не заметим, мы ничего не поймем. Это сын, который был в доме отца, но пришел в далекую сторону. Это сын, который был в доме отца и пришел в далекую сторону. Для чего он пришел? Чтобы рассказать нам эту притчу. Сын, который пришел рассказать нам эту притчу, только благодаря ему, для блудных сыновей и дочерей, открывается путь домой. Итак, есть ли что удивительное в благодати Бога? Аминь. Я приглашаю вас к молитве.